Музыка Как говорят в противопожарной службе Краснокамского района, траву не звери поджигают. Именно из-за людской халатности в воскресный вечер огнеборцам пришлось ехать на очередной вызов. Почти два часа тушения силами двух отделений, в результате больше одного гектара сгоревшей земли. Причину определить не удалось, но поговаривали, что вблизи точега загорания видели трех детей, балующихся спичками. Произошло это вблизи Николы Березовки. Благодаря оперативной работе удалось избежать перехода огня в Верховой и спасти сосновый бор, который в этот вечер подвергался опасности не один раз. В 12 часов ночи получили сообщение о непотушенном костре в лесном массиве, на месте отдыха. Люди проезжали, увидели, позвонили 112. Вот, приехали и потушили, потому что он уже, этот костер, ветер начал разувать. Всего за прошлую неделю в районе произошло 8 загораний сухой травы и 4 пожара. Если сравнивать со статистикой 2011 года, количество выездов увеличилось. Но прогнозов, какая ситуация будет складываться дальше, противопожарные службы не делают. Многое зависит от того, насколько аккуратны будут любители отдыха на лоне природы. А вот как отмечают сотрудники противопожарной службы по городу Нефтекамск, на их территории случаев загораний сухой травы меньше, чем в прошлом году. Хотя меньше не значит, что мало. В традиционном весенний период увеличивается количество выездов на сухую траву. Караул по 4-7 в общей сложности выезжает где-то около 20-30 раз за сутки на сухую траву на возгорание. Таким образом, хочу обратиться к нашему населению, как бы поменьше, сжечь мусор, тоже кидать окурки. Если головной боль у огнеборцев Краснокамского района становятся отдыхающие, то городским противопожарным службам работы добавляют дачники. Самые горящие точки в весенний период – сады, огороды. С началом дачного сезона многие любители загородного отдыха стараются навести порядок на своих участках. Причем способом избавления от сухой травы и мусора чаще всего выбирают их сжигание, что категорически запрещено. Урещается загорание травы на территории города Нефтекамска, связанное это с тем, что засушливая погода, жарко установилось у нас. Также граждане сжигают мусор и отходы на территории своих дачных участков, а также садах и огородах. Делать это категорически запрещается, тем более у нас на территории города введен особый противопожарный режим, то есть для недопущения возможных пожаров, а также последствий от них. Данный вопрос контролируется непосредственно при проведении операции жилища, во время проведения рейдов. Сейчас в жилом секторе в Амзе работают двое представителей Управления гражданской защиты города Нефтекамска, направленные. Также задействованы казачья сотня «Ягуар», сотрудники полиции и студентам Нефтекамского шестеретного колледжа, которые проходят обучение по специальности пожарной безопасности. Нарушение норм противопожарной безопасности строго карается. Если вину человека удастся доказать, на него налагается штраф от 6 тысяч рублей. А если загорание произошло во время особого противопожарного режима, то размер штрафа значительно увеличивается. Наталья Бурова, Ренат Юмакаев, Азад Довлетшин, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин